Издательство «Бомбора». Океан книг. Полина Санаева. Одна и дети. В этой книге упоминаются социальные сети Facebook и Instagram, принадлежащие компании Мета, запрещенные на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Психологи, давшие свои комментарии. Светлана Комиссарук, социальный психолог, профессор Колумбийского университета, автор книги о психологии общения в семье «Поколение Сэндвич». Простить родителей, понять детей и научиться заботиться о себе. Анна Быкова, детский семейный психолог, автор книг о воспитании детей серии «Ленивая мама». Предисловие. Да, это книга о жизни, бытии и отношениях с детьми. Да, я растила их одна при поддержке бабушки, но без поддержки отца. Это не было моим решением и объясняется универсальным выражением «так получилось». Могло ли получиться иначе, не знаю. Кусаю ли я локти от того, что получилось именно так? Никогда в жизни. Со временем и уже в процессе я обнаружила кучу плюсов своего одиночного положения. Все знают, как теряется, раздваивается, невротизируется ребенок, получая разнонаправленные сигналы. Мама говорит «нельзя мультик», папа ставит мультик сам и засыпает. Папа следит за диетой сына или дочки из-за аллергии, бабушка закармливает, приговаривая, что родители дураки. Мама настаивает на шапке, папа позволяет снять шапку в лифте. Или наоборот. В нашей семье решение принимал один человек. Это я. Никто не оспаривал мои методы воспитания, систему питания, режим сна и прогулок. Никто не делал мне замечаний, не подвергал сомнению мои слова, не ронял авторитет, не запрещал то, что я разрешала. И наоборот. Жаль, конечно, что дети не видели любви между мамой и папой и обзавелись образцом гармоничных семейных отношений. Но они не видели и родительских ссор, взаимных оскорблений, упреков, унижений, скандалов и тем более драк. В семье они не ощущали напряжения или раздражения, которые, даже если не направлены на ребенка, отравляют ему жизнь и создают впечатление, что он в чем-то всегда виноват. Возможно, я не наблюдала в природе хороших отцов, но наблюдала много равнодушных, ленивых, не включенных в жизнь детей, либо включающихся только на несколько минут в день, если не в неделю. К сожалению. И помимо временного эффекта присутствия, эти папы умело создавали у жен чувство вины, купали их в своем недовольстве по разным поводам, например, из-за капризов детей, напоминали о своей усталости на работе и погружались в телефон. Наблюдая такое, я поздравляла себя с тем, что под вечер, не попадая в ситуацию, придешь домой, там ты сидишь. То есть, разделавшись со всеми дневными заботами и проблемами, я не нарывалась на еще одну в виде отца семейства, раздраженного беспорядком в виде горы игрушек на ковре. Может, мои домашние обязанности никто не разделял, но никто и не попрекал за ненадлежащее их исполнение и не обесценивал мои усилия. А в конце, а также в начале, в середине, всегда, любого дня меня ждали любовь, объятия и много новостей. Да, ребенку нужен отец. И еще как нужен. Я всегда это знала и время от времени горевала от того, что не сумела наладить нормальные семейные отношения и создать полную семью. И только в процессе работы над этой книгой компетентные специалисты убедили меня, что моя семья очень даже полная, но по-другому. И разубедили в том, что дети мам-одиночек в чем-то неполноценные. У моих детей есть свои проблемы и недостатки, а у кого их нет. И большая часть описанных в книге ситуаций не специфические, характерные для семьи без отца, а такие себе, общечеловеческие, довольно типичные для любых семей. Сейчас все чаще говорят о том, что уход за детьми и работа по дому тоже работа, причем физически и психологически довольно тяжелая. И что родительские обязанности, как и ответственность за ребенка, должны делиться на два. Иначе один из родителей неизбежно загоняется, выгорает, срывается на детях, проседает в карьере и так далее. Да, в информационном пространстве эти посылы звучат все громче. Другое дело, что у мужчин, которые с ними согласны, в России 0,00%. Да, хорошие, чудесные, замечательные отцы существуют, но они в меньшинстве. А наоборот, в большинстве отцы знаменитой породы сеятель семени, который, разведясь с мамой, заодно ребенка выводит за скобки своей жизни. Их почему-то никто не считает неполноценными. Мне было нелегко, но не так нелегко, как тем женщинам, которые терпят мужей и отцов своих детей, только потому, что им некуда идти, нечем выплачивать ипотеку, или потому, что уверены, что затопни мужики, и какой бы ни был отец, а все-таки отец, таких гораздо больше, чем кажется, если судить по семейным фото в соцсетях. А потому я уверена, что жалеть и сочувствовать соло мамам абсолютно не в чем. Мы в порядке, и наши дети в порядке. При том, что далеко не в порядке система социальной поддержки матерей-одиночек. И далеко не в порядке общественное мнение, все еще стоящее на той идее, что отец должен работать и кормить семью, что значит после рабочего до любого дня лежать на боку, а мать сидеть с детьми и отвечать за хозяйство, и чаще всего при этом тоже работать. Выражаю благодарность моим детям за то, что они согласились на этот эксперимент. Выражаю солидарность и уважение всем соло мамам и отдельно соло отцам.